Ну что же, всем еще раз здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Рохаб, с вами Мила и Лост, и мы продолжаем следить за противостоянием между FallZoomers и Black&Yellow. Партнером трансляции является XPG, XPG самые крутые девайсы для геймеров, и это ваше преимущество в бою, а также у них проходит очень крутой розыгрыш. В описании канала вы можете найти ссылку на группу и в принципе на группу Рохаб, и найти там всю необходимую для вас информацию. Мы переходим на драфты, и на драфтах у нас ситуация следующая. Бабулю снова забрали, Black&Yellow. А зумерсы, вот они взяли Operation, пока, честно говоря, нет одного героя, против которого Operation был бы очень хорош, а вот он просто есть с вороночкой. Понятно, что комбинация Operation плюс T-Shack это очень-очень-очень-очень сильным, особенно когда нет blocking баров, но первое, что приходит в голову про теки героев, это какой-то Life Stealer или Джиггернаут, который имеет встроен аватар. Да, в принципе, мне очень нравится твое предположение героя, плюс что Джиггернаут, что Life Stealer хорошо заезжает, там с Марсом можно в арене хорошую мне слэш дать, Life Stealer можно синициировать с этой ареной, и твои предположения выглядят очень даже здорово. Ну вот, да, посмотрим. При этом два героя, они вместе нуждаются в каком-то дополнительном персонаже, чтобы можно было себя реализовать. Например, Леший замахивается на ста, но очень многие герои просто маньсят, и он не попадает. А Operation ставит воронку, а герой убегает. Поэтому что одному, что второму нужен какой-то таск, который, например, закатывается, там дает шарды, или земель, да кто угодно. Вот, поэтому прямо сейчас лучше сразу найти этого персонажа, потому что он в любом случае must have, иначе два этих героя, они как-то вот вместе бегают, но ничего особенного. О, Кабаш с Лешраком, комбинушком. Кстати, Shadow Demon стал чаще и чаще появляться, и на самом деле неплохо себя показывает. Здесь он в комбинации с Лешраком неплохо смотрится. Плюс при необходимости можно использовать Астрал как под сейв. Например, там Марс пригвоздил копьем, чтобы убрать от фокуса. Плюс вот, например, тоже Ultimate Snapfire, то есть есть варианты реализации Астрала. А если себе они доберут еще какого-то героя, ну не знаю, наподобие Луны, Троу Блейда или еще какого-то героя с иллюзиями, там Phantom Lancer, чтобы больше еще было иллюзий, выглядит вообще очень даже неплохо. Кстати, давай посмотрим, что наши партнеры ГГБ думают по коэффициентам на эту карту. 1.73 на Black and Yellow и 2.06 на Full Zoomers. Вот такие коэффициенты. Да, ну после первой карты я в Black and Yellow побольше. Вот, теперь нужно просто сделать вот похожий пик с отличным замесом. Замес отличный уже, насчет Бабулей Марса. Давайте герои, в принципе, на двоих вывозят замес в мидгейме. И сверху они еще добавляют Спектр. Сказать, что Спектр это очень хороший герой против Shadow Demon, да, потому что Shadow Demon может сделать иллюзии и Спектр объяснить в соло. И сказать, что Спектру круто было показывать прямо сейчас, потому что ее бы 100% не забанили, и можно было бы взять попозже. Но, видимо, они хотят взять какого-то такого суперкрутого мидера, которого сложно будет законтрить. А сейчас они себя поставили в уязвимую позицию, потому что Спектра кэрри слабый. К ней может прийти лишь Шрак и Шаду Демон. Это вообще два стрелка, которые они регулируют. Оракол ее на линии не спасет. Мишка при этом на легкой линии, допустим, тоже хорошо стоит против Марса. И Форзумерс, я бы их на месте сейчас лешего отправил сложную, и в мид бы взял какого-то такого мощного мидера, ну, со станом. Мне, например, нравится Шторм. Один из вариантов. Пак, очень хорош против этих героев. Ну, короче, кто-нибудь, кто прыгает, летает и так далее, потому что контроля маловато у Блоккен Йоу. Бан из Умерсов мне нравится. Смотри, ты взял медведя, банишь веномайсера. Время где-то, ничего не меняется. Не знаю, года два-три. Как был на каком-то из мейжеров. Там взял кто-то Урсу, ответили веномайсером. Может быть, это были старые Virtus.pro. И все, из тех времен просто это закон. Забрал медведя, веномайсер забанил. Ну да, веномайсер, правда, против него неплох. Не знаю, играли бы Блоккен Йеллоу с веномайсером, честно говоря, потому что у них уже вроде бы по позиционкам все понятно. Ну, как, не хочется в мид его ставить, да, потому что он такой эсэй-герой. Ну, просто Мишке не нравится в целом по игре, да. Он, например, медведь идет на Рошана, а там змейка. Бегаешь по замесу, там, например, купил блинка, а тебе сбили блинк, в общем. Не очень приятно играть медведя, поэтому такое. А банит как раз вот тех самых мобильных героев Блоккен Йеллоу, вот пак, я уже говорил, да, которые просто классно летают. Потому что на одном копье Марса далеко не уедешь, особенно против такого пика, где есть сейф. Допустим, Марс кого-то ворвался, дал копье, попал. Шадоу Демон спрятал. Человек вышел из Астралы и начинает летать, там, убивает Торакл, прыгает в бабулю, там, в общем, что хочет, то и делает. Поэтому еще одного мобильного героя было бы здорово забанить для Блоккен Йеллоу. Там могут быть разные герои. Пак, Квинув, Пейнштурн, Спирит, Эмберспирит, вообще почти, наверное, все спириты, которые из доти, вот, в ходе, будет спирит, очень хорош для Фордумерс. Вот всех этих героев желательно отправить в бан, потому что пока они разваливают мидгейм Соленова. Надя, ты вообще вот спирит-ов часто видела в последнее время? Ну, вот, честно, у меня вчера был вот спирит против Эмберспирита, но вот спирит проиграл там. А еще, например, в определенных командах, вот был матч Evil Geniuses против Quincy Crew, очень интересное как раз было противостояние, где Quincy выиграли. И там, например, в Эмберспирит был все карты в бане, потому что очень хороший квин на нем, мидер Quincy Crew исполняет, и против такого игрока на Эмберспирите ты 100% его банишь. То есть, если у вас вот есть какой-то такой квин, то вы его теперь это не должны отдавать. А если у вас в команде какой-то, знаешь, средний Войтспирит, то, может, он, наверное, сейчас и не так хорош. Ну, вот, потому что там его как бы понерфили, да, там где-то вот уменьшили рейндж, где-то уменьшили урон, но там, на самом деле, небольшие изменения. Ну, разве что там бонус к урону с Ганимшар, да. Хорошие изменения, он там увеличен, да, но остальные вот, все остальное немножко понерфлено. Но это все равно не так сильно, он все равно припрыгает, летает, разваливает, там, за раз разваливает пачку крипов, в общем. В общем, поздравляю тебя, мил. Это Тинкер. Который, кстати, очень хорош и против Андерлорда, и против Медведя, и вообще против всех героев в Орзумерс. Он, он очень хорош. У Зумерс, вот, если присмотреться, мгновенного стана нет. И тут нужно какой-то хекс купить, или Эбисула Медведю, чтобы можно было мгновенно врываться в Тинкер и бурстить. А если еще учитывать, что у них в команде Oracle, которая может быть в Лос-Промис, то одетый Тинкер здесь может просто в вечность обороняться и попробовать зайти. Ну, что я могу сказать. Душой и сердцем я, конечно же, за Тинкера, потому что он здесь очень крут, как герой. И дебаф Андерлорда, который вот есть, он не особо это и работает против него, да, потому что это кастер. Но вообще хочется, чтобы Тинкера развалили побыстрее, потому что Тинкер быстро не разваливает никогда, особенно в команде со Спектрой. Ну, теперь уже понятно, почему взяли Спектр, то есть они не просто ее взяли как-то соло-героя, они взяли еще Тинкера, против которого очень сложно заходить на хэкграунд, решили уже, раз выходить в лейт, так выходить наверняка. Таких двух сильных в лейт-героев взяли. И очень многое будет зависеть от того, как пойдут дела у Гуннера в миде на Лешаке. По микро этот игрок исполняет очень неплохо на этом персонаже. Плюс Урса один из самых любимых героев от Сэмми. И опять же интересно, как они будут себя вести на протяжении этой карты, в плане того, что Сэмми захочет пойти в более активный айтем-билд, и будут они пытаться развалить Тинкера и Спектру побыстрее, потому что у них есть, в принципе, предпосылки к этому, из-за того, что с Лешаком пушить достаточно приятно. Есть герой, который может собрать какие-то ауры на команду. Это Андерлорд. И можно при определенных условиях заходить на хайграунд достаточно рано. Но или уже играть до лейта, потому что другого варианта здесь не вижу. Да, ну надежда, что ребятки очень хорошо отстоят линии, потому что все герои очень сильные. Мишка всегда был очень хорош против миличников. Андерлорд сложной линии, это понятно дело и Машина, особенно против Спектра, но и в миде Леший. У него все отлично. У него хорошая броня, мощный урон, много маны, поэтому он там тоже будет хорошо фармить. Ну и, конечно, что вся надежда на Лешего, который будет сносить противника диаболиками. Если лейтинг вообще думает о том, чтобы эту игру закончить, главное, чтобы все было хорошо в Леширака, чтобы там выкатился какой-нибудь там блудстоун и еще там, не знаю, 3-4 артефакта, и чтобы он таким заехал на хг. Тогда все будет там. Будет ли у нас какой-то файт в миде за румну, и кому этот файт выгоднее проводить? Выглядит так, что Фозумерс подраться будет попроще, особенно с Лешираком. Тут Шадоу Демон может зацепить через Астралу. Но Шадоу Демон пока ставит Вижен на топе. Такой стандартный лайн вард. Так же Вижен от Блэк и Йеллоу в миде. Хочется кому дать, но Спектр не пойдет. Вообще, команда со Спектр и тинкером никогда не придраться руму. Поэтому лучшее, что могли бы сделать радиант, это угадать, куда пойдут Блэк и Йеллоу и развалить их. Не хочется ли замес вначале? Ну, то есть, был бы какой-то там еще саппорт, знаешь, который мог прям пойти вперед и впитать в себя много урона. Не знаю, Огрмак условный, да? Которого такой... Которого сложно убить. Может быть, что-то они сделали еще даже со Спектрой. Ну, вот Тинкер это тоже уже... Вот Спектра и Тинкер вдвоем, это, конечно, слабенько. И решили, что не пойдут. Ну, по раунам 2-2. Ну, на удивление, Тинкер и Миди тоже очень сильные герои. То есть, все вот эти истории, давайте загнадим... Тинкер, они работают, но это очень сложно делать в 1-1, потому что у него 62 урона в сурке. А это много. Это Интервик. Это Интервик, которого 62 урона в сурке, еще куча брони. Пятерок. Если сейчас вот посмотреть на всех героев на карте, вообще на всех, здесь ни у кого нет, по-моему, 5 брони, но только у Спектра, да? Ну, еще Андерлорд, вот. Прошу прощения. Все, вот, и у него брони, вот он Интервик, Стрелок, у него столько же брони, сколько уйти героев. Поэтому он в миде будет стоять. Тут вообще, лично так, он надо смириться с тем, что лучшее, что можно сделать, лично так, это просто сам вас фармливать очень много. За счет пульсного, за счет стака в лесах, за счет рун, возможно, в общем. Это его шанс. Плюс вот этот чел, по-моему, я его уже видел на Тинкере. И вроде как он очень хорош. Я не помню, это, по-моему, было в первом сезоне ДПС, вот он, по-моему, тоже там играл за кого-то. Вот этот вот Эск, это прям очень сильный Тинкер. Если мне не изменяет память, потому что где-то я его видел уже на этом герое, там вообще было в Соляново. Знаешь, как в пабе бустер зашел на 2к и развалил. Он, по-моему, из этих ребят. Будем смотреть. Опять же, пока по крипам приблизительно одинаковая ситуация. Мне вообще неприятно в этом плане против Тинкера стоять. Вот крипы по Тавру зашли, и Гуннера смог только, по-моему, одного добить из-за того, что вот это же лазер, лазеречек в ракетке. Угу. Ну и он еще качается так чисто, чтобы заспаунивать лешего. Ракетки просто потому, что они подешевле стоят, да, и чуть больше урона носят. Вот, пусть магического. И так вот он гоняет лешего по кд-пкд, но лешему просто достаточно принести себе пару фластичек, как на будущее, и отхиливаться при первой удобной возможности. Так, как дела у нас у Спектры? Спектры пока более-менее, да, пока линия пушится, пока крипщики заходят под вышку, и она может спокойно, с топориком, с наслаждением, забирать все под вышкой, ей норм. Как только она выходит на линию, вот уже ситуация у нее, там, десят лет урона, а у Андерлорда 70, здесь уже проблема возникает, потому что очень сложно добивать. Ну и плюс файршторм по голове дает. Ну да, ну, пытаются они пробить с Андерлорда, сделать это непросто, но отогнали, заставили использовать фласку хотя бы уже что-то. Пока, и что интересно, лучше всего линия у Марса, 18 скрипов, и, то есть, хардлайнер, это, кстати, вообще-то удивительно, потому что Урса против милишников должен неплохо себя чувствовать, а вот так вот получается, что отогнали. Вот я смотрю, бабуля здесь очень хорошо работает, она вносит в разы большие импакты, чем Парешин, Аппарешин, вот он, ну, он меньше урон уносит, чем бабуля, там бабуля подрубила, лил шедер, и начинает наваливать по медведю, медведи приходится отходить, отхиливается, заметьте, у них там, реген заканчивается, у мишки он вовсе отсутствует, один так гусик остался. Ну, Аппарешин, он такой вот, он стоит, ему нужно время, да, чтобы всю ману реализовать, чтобы там, одному челинг-тач, второму, потому что стоит вообще фулл мана, она не реализуется. Так и есть. Тинкер 15, 17, лешак, то есть, в миде все очень ровно идет. Андерлорд, с колечком. Вот у нас, вот смотри, вот у Спектра уже не уютно, у Андерлорда почти в сторону. У Спектра меньше 50. Если Андерлорд будет аккуратненько все добивать и не пушить подвышку, ну, так вот специально, там, Фарштормом, аккуратненько контроль крипчиков, то Спектра, ну, будет забирать вот подвышку крипчика и все, а так у нее шансов почти нет. Андерлорд на контроль он забирает почти все. И лучше, что можно сделать в такой ситуации, это просто запулить. Потому что нет смысла пытаться гонять Андерлорда, у которого все хорошо и куча регина, у него два кольца, нет смысла там пытаться что-то сделать. А что-то демону все равно будет посильнее в комбинации с Андерлордом. Поэтому просто пулем. Пулем и надеемся, что Спектр подвышкой возьмет хоть что-то. Пытается еще Андерлорд на самом деле помешать, под тавр заходит и динает несколько крипов, что тоже неприятно. То есть, вот Терланд дождался в свете крипов, а тут Андерлорд такой наглый пошел и парочку заденал. Неприятно. Пока очень пассивная игра идет. Только вот, разве что бабка достаточно серьезно пострадала, но не получилось сделать ФБ и Марс, кстати, удивительно, что он не пошел дальше. Хотя на самом деле у него было копье, и если бы он попал по аппарату, это было бы Феррсблат. Ну, дальше бы так же добил с помощью второй своей. Аппарата выгнали. Аппарата выгнали, но и бабуля, кстати, у него мало хп осталось, поэтому будем считать, что аппараты бабули, они размеры сравним. Единственная бабуля сейчас действует лучше, она уходит домой, полностью регенится, вернется на Леню, принесет быстро сапожок и там от нее уже так легко не убежать. Аппарейшн, вот он стоит, у него реально ничего нет. Все, он дал первую, третью, можно идти домой, потому что он реально без хп, без маны. Все, домой, 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 домой. И потом вернется с Рейкином совсем. Главное, главное, не стесняться бегать домой, потому что это лучше, чем просто умирать и давать ФБ. Кстати, интересно, Снэпфайр, сейчас она же с базы сделала телепорт, а не Боттл не забудили. Ну, бывает, бывает, не получилось. Потому что она в одну сторону, стенка в другую, он как-то даже не попытался потом ей дать. Ну, бывает, не получилось. Ну, смотри, Леший уже пришел. Ну, слушай, аппарат еще. Первая тележка, поехали. Остался это на линии? Да, он. И если он увидит, она легко его убьет. Вот флажку можно выпить, кларитоз можно выпить, большое количество расходников вынуждены использовать. Параш, но самое интересное сейчас сверху. Сверху тележка. Сжимает глиф, аккуратненько убивает крипчиков, ребята. Находясь в лесу, и вот они, молодцы. Глиф использован, глифчиков переагрили, и... Если никто не придет, то вышка упадет. Нужен любой плюс один. На помощь, на помощь, на помощь. Андерлорд очень покоцанный, несмотря на то, что у него есть худ. Но проблема в том, что Тинкер не очень хочет лететь и помогать, ему сейчас это явно некомфортно. Но, тем не менее, они сбирают тавер, делают фб, и на седьмой минуте падает вышка, на восьмой минуте падает вышка. Можно продолжать в том же духе. Хорошее давление. Андерлорд уже начинает душить, вот он стоит, все сутку урона, он линию контроля, спектр и неуютно. Стоятельно, ставьте в лес. Но у нее, ничего не для леса. Он там, мечтает о быстром блэдмейле, но пока у них только три веточки, братсворд, и на этом все. здесь они конкретно под души, или 38 на 11, против 20 на 4. Ну да, разница в 400 на твороса, но это еще и с тавером. В принципе, у нас еще и в миде нападение было от лешака и минус вышка в миде, а вот это уже очень важно. То есть они за одну минуту снесли два тавера и начинают опять же захватывать пространство, давить, подставляется аппарат, стики, парифайр, печенька от бабули, хотят забрать лешака, но не выходит. И в итоге и аппараты не забрали, он еще инвиз забирает, и лешака не забрали, как-то расстреточились, тинкер пытается улететь, и у него это получается сделать. Переключаются на оракла, оракл, вроде бы отступает, феррик еще имеется, печенька от ямсуна неудачная, ну и в принципе на этом все, можно прилететь тинкеру подвигенить как раз оракла. справился, девушки, минус. Ну тинкер все, начинает заниматься своими делами, и здесь самое главное тинкеру не забирать все. Он может второй лавник, конечно же, фармить вверх, центр и низ, но если в команде спектр, то лучше распределить фарм так, чтобы спектре досталась хотя бы одна линия, а тинкер пусть уже забирает все остальное, потому что спектр пока у нас лес фармит крайне слабо, у него голые блэдмейл и все. Тинкер может и лес пофармить, и линии пропушить, поэтому здесь очень важно расстрелять фарм по карте, так, чтобы достался. А Рейдент нужно просто идти на вышку. Комбинация Астрал плюс стан от Лешака, Марса шансов выжить совсем немного, и Марса забирают, Снэпфайр никак помочь не может, и лучше бы вот сама уходит, но сейчас вот даже без печеньки нормально, хотя без сапога вообще поаккуратнее нужно. Лешак к восьмому уровню урона очень много, если станщикам поводает, здесь уйти будет сложно. Две тысячи. Три тысячи на стадии лайнинга, но вот это как раз то, про что я говорила на предыдущей карте во время драфта, что Фозомерс по личному скиллу играет чуть получше, и вот они опять же в линии, как и на предыдущей карте, стояли немного там взяли, немного здесь взяли, и мы видим это на Нетфорсах. Главное, чтобы, как и на предыдущей карте, они не подфидонили и не зашли в лейт, потому что в лейте против Тинкера спектры будут... Слазновато драться, да, сложновато, я согласен. И поэтому сейчас задачу мы выполнили, мы пропушили товара. Теперь проще зайти в вражеский лес, зашли в лес, забрали вышку. Лешим пока не очень хочется прям драться лоб-лоб, да, потому что, по сути, у него боевых айтемов нет, у него только травела, чтобы он быстро бегал, фармил. Тоже хорошее решение, чтобы не отставать, а может быть, даже обгонять Тинкер по фарму. И сейчас вот ему нужно просто по КД забегать в лес. Ой-ой-ой, мансит, не домансил. Купеньки. Вот, сейчас нужно просто по КД забегать в лес, потому что, по сути, сейчас весь фарм спектр будет выносить именно с леса. Вот она уже этим занимается. Слушай, ну, арена в миде, то есть Марс сейчас улыбывает Лешака, а Лешак у нас в топ-3 по Нетворцу до этого повыше был, и весь экспириенс взял Zero, и, конечно, он прям поднялся. Сколько он золота взял? 303 золота за этот фраг. Ну и по экспу тоже, так как это мид, то есть у него сейчас восьмой уровень. Так, ну, дайер геймплей мы видим такой, что они даже готовы пожертвовать вышками, потому что один черт, пока они за эти вышки драться не готовы. Ну, желательно, чтобы у тинкера был блин какой-нибудь там с траволами, да, потому что тинкер вот просто на сапоге он не такой эффективный. И в этот момент главное, чтобы его команда не занималась глупостями. Потому что вот там бабуля дерется, оракул стоит на позиции, все они большие молодцы, но если придет пять героев избирать вышку, то здесь лучше просто ее отдать. Если как раз будет проще. дайер так боятся и пассивничают, вообще не переходят в свою часть карты, это шикарнейший вызов для медведя. Просто идет и забирает рошана каждый раз. Пока дайер сядет в лесу. Дайер не придут. Кстати, выбирают себе активный айтабел турса. Вот это мой вопрос от самобоя айтабел айтабел и это пусто дифуза. Так, ставится арена, нападение у нас на шипот демона. Шипот демона расстреляли. Не так много ману лешака, но у него имеется боттл и стики, поэтому дальше решили не идти. Несмотря то, что ультимейт у спектра имеется, отделались вот как раз фозумер с одним саппортом, это не критично. Хотя у саппорта уровень девятый, чтобы понимали, у спектры уровень восьмой. Я не просто так делала отметить, что демона высокого уровня. То вот спектра, который уже фармит какое-то время, им сложно очень в спектре. Ты уже отмечала, что лиса она фармит не так быстро, плюс она играет с тинкером, который линии будет отпушивать и тоже очень много фармит забирать. Это, конечно, жадно, но если они сумеют дойти до того момента, пока в спектре уже появятся какие-то слоты, то потом к ним на хайграунд будет очень сложно зайти. Опять же лейт именно за ними. Но до лейта еще нужно дожить. Знаешь, вот вот и много чего может произойти. Вот и шаду демон выходит шислотовая спектра шаду демон может сделать из нее иллюзии иллюзии объясняют спектре один на один поэтому вот такой специфичный лейт с обеих сторон я бы сказал, что очень много здесь от момента. Например, первый момент такой, что при хорошей игре Мишка всегда будет забивать Рошана. Нон-стоп он просто бегать и забирать. Это уже сильное преимущество. Вот спектра формила эншентов, она не доформила и здесь самые сладкие эншенты еще оракол подставляется идет и сейчас просто дает гудеру соло фраг. А в это время еще соло фраг наказывают за жадные пики. Вот он Марс думает а с кем играть? Тинкером пока мы не сыграем. Тинкер там вон леса фармит дублинка как минимум. спектра играть тоже не очень хочется у нее пт блэдмейл и все. Она может прыгнуть на кого и нажмет блэдмейл и не будет какое-то время заканчивается и ее просто убивают стирает порошок. И получается что Марс один. И лучшее что может делать прямо сейчас это просто фармить какое-то участок карты. Ну пока Егис имеется нужно давить и вот опять же забавно снэпфайр делала телепорт. Чуть было не умерла за этот телепорт. Турсы. На топе нападение на спектру. Ультимейт от аппарата. Арена от Марса. И пригвоздили конечно андерлорда. Снэпфайр начинает улететь. Андерлорд пытается уйти с помощью своего ультимейта. И он не сможет. Скорее всего получится. Присун даже шаду демона увозит. Вообще выход получился не самый удачный. Не хватило урона чтобы пробить андерлорда. Фокус по нему был не самый лучший. Хотя и снэпфайр потратил ультимейт. Но андерлорд с пайпом просто улетает. И минус два ультимейта на снэпфайр и Марсе. Это прям для фазумерс такой сигнал, что они могут какое-то время поиграть еще более активно. У них Аегис, у оппонентов нет ультимейтов. Можно либо Товара забирать, а у Урса появилась диффуза. По поту например пройтись. Ну мне нравится контроль. С одной стороны андерлорда он всегда прилетает. С другой стороны лишь рак с травами он тоже всегда прилетает. Вообще можно так круто придумать что всегда будет такси в виде андерлорда допустим клеш или там к любому другому герою который хочет напасть или который убьет. Поэтому я понимаю что им сейчас вообще никуда не хочется ссуваться. Куда бы они сунулись противника очень сильный. Конечно банально вот вручение да там посмотри на андерлорда он просто под этой вышкой они не могут прийти и погнать просто фармит врач скелес ему плевать он фармит врач скелес две нынешки приходит такой оракл бабуля а он уходит марс опять ставится арена пригвозили опять андерлорда снапфайер с дабл демиджем но ультимейт у нее в кулдауне андерлорд у тиммейт тоже в кулдауне и вот сейчас возможно если фокусить шедоу демона драка в принципе никакая дальше не пойдет потому что внизу забирали д1 забрали тинкер т2 уже не должен давать снапфайер собирает себе как и на предыдущей карте салар но преимущество растет и растет у фазумер айгас правда пропал я думаю нормально размен вот так вот айгас что у них симка привет это хороший размен еще один айгас взять отдать его ну я бы лешерму отдавал он как главный такой бомбардир вышек ему это хорошо дойдет и сыр бы сверху еще наверно поэтому здесь лешер очень красиво идет у него есть уже монорегин благодаря ему у него есть травла он очень быстро фармит главное чистить всю карту и при моментальной возможности депортироваться за место своим попытка напасть на лурсу кстати вот я говорила про егас но марс промахивается копьем и урса несмотря на то что ультимейт прожал в принципе ничего не потерял какого-то важного самое главное что жив остался верхнюю башню сил тьмы атакуют ну это на то надоем за сложный вот ребятки пришли вардик поставили можно конечно там попытаться убить кого-то это спектра это мишка это урса и урса проблема копье сюда делаются телепорты два телепорта сразу отменяется а вот на самом деле даже вот эти два отмененных телепорта это тоже золото в итоге грустненько получилось потому что они вверх сейчас до конца не пропушили тинкера не нашли хотя пытались и мишка снизу отдался бегая по речке без анрейжа здесь может подславиться тинкер вот в чем проблема нужен подсейв нужен какой-то подсейв подсейв слишком далеко подсейв оракл он оракл не прилетел на телепорте и вот хороший фраг это значит открывает конечно для них тердва тавер его теперь они должны забирать в это время марс подпушивает мид это будет для них очень важным если у них получится мид забрать потому что тавера пока они проигрывают много золота и им деньги очень важны поднимают марса в ветра который уже есть у шату демона прилетают сюда лишь шаг и марс погибнет тавер на топе забрали марса в миде отдефали убили вышку также отдефали борются изо всех сил нижнюю башню борются там взрывание какое-то а рейденты наоборот они тут в кондицию их вообще не убить андерлорд собирает вообще все возможные ауры для него сейчас супер билд это гвард грейвс пайп потом какие-нибудь еще кирас еще сверху и он говорит давай лупи меня полностью тинкеров конечно же разберет очень легко когда оденет 6 слотов но вот а с остальными героями андерлорду полегче здесь для того чтобы блэкен и яллу могли драться им нужны 3 слота это на марсе блэкен бар это на тинкере вот соответственно он делает выход в аганим значит для него это аганим он считает что с аганим он нанесет больше урона и вот для спектры я так понимаю манта стайл хотя бы эти 3 слота они могут что-то вот уже поменять но когда дело в том что что марс он достаточно медленно фармит плюс имея таких жадных коров как спектра и тинкер ему очень сложно артефакты выносить еще хочу отметить что я не видела стаков для тинкера вообще хотя вот здесь могли делать какие-то стаки если уж не эншентов то потому что с эншентами на данный момент у них проблемы то вот хотя бы какие-то еще стаки могли бы саппорта наверное поделать им нужно своих коров как-то кормить особенно таких жадных а из-за того что еще постоянно лес захвачен был андерлордом так рано мы помним что постоянно андерлорд здесь находился здесь они уже не могли нормально фармить и делать стаки соответственно ну что доставай паузу подожди у него тоже проблемки интернет такая вещь сейчас что-то у всех он у всех там чудит 3000 это много для 20 вполне себе хорошая сумма тут пока они в любом случае не заходят на рошана в плане на хайграунд они подумают про хайграунд только когда будет второй рошан когда будет цир аегис шарт и до рошана примерно 17 секунд то есть мы через 17 узнаем через сколько он появится и вот тогда уже у блэкангеллоу начнутся такие тяжелые времена когда нужно будет максимально аккуратно дефаться и так далее если получится задефать свой хайграунд и вот за время второго рошана не отдать преимущество до кондиции когда фос зумерс уже будут прям заходить уверенно и не нафидят блэкангеллоу ну может что-то и выйдет но 9000 это уже много контроль на карте полностью за афу зумерс чем-то напоминает прошлую игру они хорошо играли первым номером ну пары до времени потом в один момент начинает дига фейрить сейчас им по-хорошему нужно и дальше качать себя по кондиции чтобы они зашли с аегисом и за два аегиса точно снизить базу и возможно вывучу марсевич нашел и того кого он хотел до андерлорд просто полетел и все и он может вернуть через тп а кулдаунов уже в боевых нет прямо сейчас прямо сейчас мишки вы блин тут ничего не имею против саши яшина таких ситуациях про нужен блин когда булочки булочки бегают такие сладенькие ватрушечки а он вынужден бежать пешком так находит оракл пробежал бывает оракл пока важная цель он сону забрал его и депать нужно товара сейчас уже постепенно начинает фузумерс жестче играть более нагло давят подцепили спектру станчиком попадают ультимейт от аппарата тернал ленви очень больно и здесь его встречает урса притом забирает враг а вот тернал ленви умирать вообще никак нельзя для него здесь каждая минута на вес золота и вот эти 40 секунд они дорого будут стоить ему зажим идет хороший причем со всех сторон они их опускают и то есть таймер такой удачный для фузумерса на рошане то есть рошан уже появился грисы и пайп вот честно мне бы очень понравилось если бы андерлорд еще владверс собрал чтобы вообще было прям по аурам очень сильно для захода на хайграунд плюс урса очень владверс любит но видишь сам спорнит маск уже вот еще еще один рошанчик встречается рошан падает хорошо рошан наш тинкер тем временем он там бегает очень опасно качается кстати я понимаю что он здесь стоит варды и это хорошо ну да он рискует его можно понять ему где-то нужно качаться он не очень рисковал потому что если бы все равно заходили то скорее всего они бы встретили снипайра и оракла а он был в такой позиционке что до него ну не дошли бы то есть если бы потеряли то потеряли бы вот этих трех героев а не стояли все-таки рядом с тинкером ну смотри леший он уже готов даже прям вот прыгать в тинкера понятно что не хочется но у него очень крутой билд для убийства конкретно тинкера мистер в лаблинг в любом участке карты видишь тинкера прыгаешь нажимаешь на ул и здоровый тинкер поэтому тинкер у нас на линиях вообще не показывается он сейчас аккуратненько осторожненько подфармливает леса в этих лесах он безопаснее ну а леший че я болики врубил мид забрал еще тинкер так пытается пытается остановить пуш в миде тем что крипскипит так марса подловили лешак его подловила и оракл должен помогать тут ультимейт от аппарата марс пытается уйти с помощью телепорта у него это получится сделать но вот не получится уйти уже у оракла марс конечно же выживает защитил своего тиммейта в принципе правильно все сделал перетянил киршака и вот тинкер тинкером да понятно что на хэга можно сидеть вечно но если черт возьмем противника там будет там 30 тысяч на 40 то понятно дело что даже тинкер такие дела вытаскивать не будет и при этом все еще и говори да я хотела сказать что урсак к тебе прислушался и купил себя блинг да поэтому тут же вот плюс да что его апнуть можно вот там ты блинг вот раньше статов не было теперь есть сейчас одно удовольствие покупать блинг просто потому что его апнуть нужно что-нибудь полезненькое так бабулю скоро рассекретит бабуля долго бегает вот уже набегает леший шаду демона не уже движется 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 нужно убегать вот лешего слишком много мне кажется тут развалит и тинкеры и марса если захочет вообще лешим он набегает на них получше вуде он бежит не есть хорошо да леший побежал поздновато от него все ушли так 16000 мы имеем 26 это прям очень серьезная сумма да и подумаем где фармить энви ситуация патовая отпушивать линии ему сложно только вот такие разве что которые прям с базой половина других линий отпушивает тинкер стрелами минус опарейшн аппарат он фиданул ну снефайер ультимейт потратила и ставится арена от марса ультимейт от спектры погибает себя ветра шадоу демон марс копье забавно что он именно выбросил оушена не пригвоздил его потому что арена как раз падала тинкер пытается помочь оркал приходит интересный мув он ультимейт дает на марса сам попытался уйти с помощью телепорта но тут скорее всего марса уже не должны отпускать хотя бы лишраку выбить аегис и то не получается сделать это потому что вот видим что сейчас им еще и сыр дали гем а подожди откуда это гем выпал это был у кого-то гем из блэкан елла по-моему зумерсы они просто бегают все варду убивают вот они чистят карту так чтобы они вообще ничего не видели у блэкан елла уже нет самонов висмастер с птичкой кабанчиков эталонов энигмы грипов энчантр скрипов чендов вообще ничего из этого нет поэтому просто снести варды и все они имеют один вард на своем треугольнике и это все они ничего не видят а когда тинкер никого не видят бегать по карте смотри сразу сразу да вот эти вот самые самые лучшие варды против тинкера они уже занимают эти позиции вот сюда нужно прямо сейчас идти всем и на самом деле тинкер прыгает шадоу демо он очень много урона наносит но у спектры нет ультимейта для того чтобы продолжить и уже здесь находятся лешак забирают тинкера уикед сик для гуннера телепорт сбивают снэпфайр благодаря вижену оракл ему помочь не сможет забирают оракла и вот не выдержали попробовали подраться драка для них была очень неприятной потому что тинкер погибает без байбека а еще гуннер идет дальше гуннер идет за марсом ну если станом попадет то вероятнее всего убьет его тоже это ультра килл для гуннера это минус одна сторона 100% байбек марс байбек а тут еще просто проблема в том что спектру подловили и спектра конечно с блэдмэйлом но она заходит на хайграунд помогает зерои и выживает помянем марса после байбека точка невозврата ультимейт аппарата попадает по спектре и спектра без байбека и вообще вот даже сейчас байбека со спектре ну то есть эту сторону они никак не отдефят тинкер он и правда наносит много урона но спектра мотостайл появился а у оппонента уже такие артефакты с которыми нужно по другому бороться и тут оракла забирают ставится арена урса проседает у него нет бкб и вот сейчас урсу очень важно было бы добить но хватит ли нет урона глиммер кейб пошел цепляет дальше шедоу демон астрал андерлорд свой ультимейт прожимает и это максимально неприятно потому что урса ходит а здесь еще гуннер разбирается просто со всеми это минус ультимейт это еще один ультра килл от него просто по базе ходит и ждет пока появится атернал эневи чтобы сделать рэмпуш посмотрим попадает станчиком у него сыр таки рампашку по-братски умри он умрет сыр будет нет нет атернал эневи до конца каунт от спектры спектра делает телепорт мид и не отдал он конечно рампашку но все равно погибнет а нет прилетает сюда гуннер но забирает враг оушен ага леший даже гос купил чтобы от фонтана не умереть ну вот он вот он леший очень крутой лешрак который получил хороший старт собрал крутые айтемы на разгон и разогнался 21к он просто диаболиками ломает это прям вот тут вау идея тинкер спектра была понятна мы хотим драться в лейте но этого было недостаточно возможно нужен был какой-то тогда более активный саппорт на пятую позицию мол оракл он более такой знаешь сэвящий то есть снэпфайр марс могли но не хватило им вот опять же какого-то экшена линии они не сказать что они много на стадии лайнинга умирали они именно отдали очень много по золоту так на секундочку покажу вам итоговую таблицу вообще у Black and Yellow игра 30 минут шла а получилось сделать только 6 фраков ну и по урону в принципе Торнелл на спектре 8600 нанес оракл он старался он старался но недостаточно мне кажется в общем несколько хаунтов за игру было использовано то есть даже в такой ситуации можно было возможно с блинком то есть марс он купил себе ранний блинк но никак это не было использовано так давай давай к хорошим новостям давай если хотите выиграть незаменимую для победы в онлайн игры девайс то тогда попытайте удачу и улутайте шикарную игровую клавиатурю Precog Analog Headset подписывайся и участвуй ссылка на группу вконтакте можно найти под трансляцией в описании канала так и есть минутка рекламки вся информация опять же под описанием там группер хаб участвуйте выигрывайте желаем вам искренней удачи также желаем удачи командам ну и соответственно у нас получится полная 3 серия Zoomers выигрывает вторую карту и мы уходим на небольшую музыкальную паузу будем смотреть что будет уже на 3 не переключайтесь удачи и удачи удачи удачи